РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ Здравствуйте, дорогие друзья! С Вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается книга «Деяний святых апостолов». Глава 21, стихи с 26 по 32. Давайте послушаем. Тогда Павел, взяв тех мужей и очистившись с ними, в следующий день вошел в храм и объявил окончание дней очищения, когда должно быть принесено за каждого из них приношение. Когда же семь дней оканчивались, тогда осийские иудеи, увидев его в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки, крича «Мужи израильские, помогите! Этот человек всех повсюду учит против народа и закона и места сего». Притом и эллинов ввел в храм и осквернил святое место сие. Ибо перед тем они видели с ним в городе Трофима Ефесинина и думали, что Павел его ввел в храм. Весь город пришел в движение и сделалось стечение народа. И, схватив Павла, повлекли его вон из храма, и тотчас заперты были двери. Когда же они хотели убить его, до тысяченачальника полка дошла весть, что весь Иерусалим возмутился. Он, тотчас взяв воинов и сотников, устремился на них. Они же, увидев тысяченачальника и воинов, перестали бить Павла. Для того, чтобы понять описанное в только что прозвучавшем отрывке, необходимо в общих чертах восстановить культурно-исторический контекст, на фоне которого происходили все эти события. Апостол Павел прибыл в Иерусалим, чтобы посетить самую древнюю христианскую общину. Подавляющее число ее участников состояло из тех, кто пришел в христианство из иудаизма. Это значит, многие из них продолжали соблюдать обычаи и закон ветхозаветной религии. Одна из таких традиций была традиция назарейства. Назареи – это древний аналог современного монашества, за исключением того, что монашество принимается на всю жизнь, а назареи давали свои обеты лишь на определенный период времени. На его протяжении они воздерживались от вина, мяса, а также не стригли волосы. Последние семь дней этого периода проводились в храме, где приносили благодарственные жертвы Богу – ягненка, барана, хлеб. Это было связано с денежными затратами, которые не все могли понести. В Иерусалимской общине было четыре человека, у которых как раз-таки заканчивался период назарейства. Однако, видимо, они испытывали финансовые трудности. Эти расходы и берет на себя Павел, зачем это было ему нужно. Ведь во время своей проповеди он постоянно подчеркивал мысль о том, что ветхозаветный закон утратил свою силу. С одной стороны, это было поддержкой своих собратьев-христиан, в сознании которых, обрядовая сторона древней религии, еще занимала важное место. С другой стороны, это было сделано ради еще неуверовавших иудеев. Дело в том, что многие евреи считали апостола Павла разрушителем обычаев предков. Это создавало неблагоприятную ситуацию для проповеди христианства среди богоизбранного народа, представители которого смотрели на распространение Евангелия с предубеждением, подозрением и неприязнью. А так апостол мог показать колеблющимся, что на самом деле он уважает закон Моисея. Тем более, что это был праздник Пятидесятницы, и в храме собралось огромное множество паломников со всех концов мира. И так в обоих случаях для апостола это было дело снисхождения, любви и милосердия. Он не был заложником умозрительных концепций и готов был идти на компромисс ради живых людей и ради того, чтобы обратить их ко Христу. Не случайно в одном из своих посланий он прямо говорит, для иудеев я был как иудей, чтобы обрести иудеев, для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных, для чуждых закона, как чуждых закона, чтобы приобрести чуждых закона, для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных, для всех я сделал совсем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Это делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Для нас это яркий пример того, чем следует руководствоваться в христианской жизни в отношениях с людьми. Мы часто держимся за свои принципы и убеждения, которые в нашем сознании напрямую связаны с традицией религиозного благочестия. Нам кажется, что так мы исповедуем свою веру и демонстрируем верность Христу. Безусловно, в некоторых случаях это так, однако бывает, мы сомневаемся, как же нам поступить в конкретной ситуации, когда наша демонстрация верности закону традиции может ударить по человеку или нашим добрым отношениям с ним. Наверное, в этих случаях можно вспомнить важный духовный принцип, который нам только что продемонстрировал апостол Павел. Порой способность идти на компромисс – это признак не слабости, а силы, источник которой находится во Христе, Его милости и жертвенной любви, превышающей всякий закон. Апостольские чтения Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok